Здравствуйте! Я приветствую вас на канале Процветок. Зовут меня Татьяна Курлович. Мы с вами уже знакомы и разговариваем в основном о брусничных и вересковых. Поскольку я являюсь специалистом в области выращивания этих растений, то очень многие садоводы обращаются ко мне с вопросами. И эти вопросы касаются разных тем, но одна из таких основных – это что делать с растениями, когда у них появляются различные признаки увядания, усыхания, на побегах пятна, на листьях. То есть проявляются болезни. Сразу скажу, что у голубики, как и у других культур, есть различные виды заболеваний. Точнее, они вызываются различными микроорганизмами. Есть те, которые вызываются вирусами, есть те, которые вызываются бактериями. Но основная часть, которая проявляется у нас – это болезни, вызываемые паразитическими грибами. Грибы могут повреждать стебли, листья, ягоды, цветки, бутоны, в общем, все растения. И есть те, которые именно на побегах проявляются, а есть те, которые на листьях. Одни проявляются ранней весной, только снег начинает сходить, и для них оптимальный период развития – это температура от нуля до плюс 10 градусов. Растение еще в вегетацию не вступило, основное. Сопротивление у него низкое, а болезни как раз в это время начинают активно развиваться. Вот самой распространенной и главной болезнью голубики и у нас, и на ее родине в Соединенных Штатах – это является рак стебля или ожог стебля, его называют, который вызывается грибом гадрония кассандра. В чем проявляются признаки этой болезни? Весной, еще до распускания листьев, когда вы будете осматривать свои кусты, на однолетних побегах можно увидеть продолговатые коричневые пятна. Они могут иметь и серый оттенок, и, как правило, располагаются с солнечной стороны, поэтому и дачники, и фермеры принимают эти симптомы за ожог стебля. Думают, это солнечный ожог. На самом деле это не из-за солнца, а именно из-за того, что развивается этот гриб. Постепенно увеличиваясь в размерах, это пятно на коре окольцовывает побег и таким образом съедает кору и перекрывает основные токи питания, которые идут по коре и по древесине. В результате, в летний период, вы можете видеть среди своих кустов отдельные сухие ветки. Вот это именно повреждение этим грибом. Хотя схожие симптомы проявляются, вернее, при повреждении другими грибами. Это такими, как ботриосфера, например. Она тоже может окольцовывать стебель, развиваясь на коре, и тоже вызывает усыхание ветвей. Но в отличие от гадроней, тоже весной на стеблях можно видеть такие вначале мелкие красноватые, немножко выпуклые пятна, а попозже они сливаются в дно крупные и тоже постепенно окольцовывает побег, съедая кору и перекрывая растению питание. В результате тоже наблюдаются усохшие ветки. Похожие симптомы могут вызываться и другими болезнями. В частности, тот же фомопсис. Правда, фомопсис развивается в основном летом. И его признаки чаще всего проявляются на молодых побегах, активно растущих. Вначале побег наблюдается на побеге с верхушки, начиная увядание листвы. Потом побег в результате того, что влага не поступает, наклоняется и постепенно идет усыхание, начиная с верхушки к низу самого побега и листвы. И вот можно видеть в летний период такие наклоненные сухие ветви. Гриб перемещается по древесине сверху вниз и постепенно проникает в корневую шейку, а дальше начинает уже распространяться по всему растению. Поэтому летом, как только вы увидели подобные признаки, такую ветку надо обрезать сантиметров на 10 ниже. То есть там, куда гриб этот еще не успел попасть. Ну и естественно сжечь, убрать с плантации. Вот это основные болезни, которые повреждают побеги, которые встречаются у нас. Но это естественно не все болезни, которые могут быть на голубике. Их гораздо больше, но вот эти три имеют такие основные общие признаки, как увядание ветвей в летний период. Кроме этих болезней, проявляющихся с весны до середины лета чаще всего, во второй половине лета на листьях и ягодах голубики начинают проявляться различные виды пятнистостей. Наиболее распространена двойная пятнистость, вызываемая грибом глеоциркоспора. Она сначала проявляется в виде таких серых небольших округлых пятен, вокруг которых появляется такая темно-бордовая кайма. После грибы, вот эта кайма, это уплотнение самого листа, и оно останавливает развитие гриба, то есть блокирует этот гриб внутри этого пятна. Но при дождях, при более благоприятных условиях именно для развития гриба, грибница прорывает эту защиту, образованную клетками листа, и гриб начинает развиваться по листу дальше. То есть пятно приобретает такие угловатые формы, нерегулярные формы становятся. Как бы получается, ну два пятна, одно внутри, а снаружи еще второе серое, поэтому оно называется двойной пятнистостью. Но сейчас самым таким опасным заболеванием голубики считается антракноз, вызываемым грибом калитотрихум. Вначале этот гриб проявляется на пятнах в виде таких мелких светло-коричневых пятен. Когда он развивается на листьях, то в принципе особого вреда он не причиняет. Но с листьев споры гриба переселяются на ягоды, и во время хранения начинают развиваться грибы уже в ягодах. То есть вы ягоду положили в холодильник на хранение, через день-два достаете, она мягкая и покрывается такими оранжевыми спорами. Вот эта болезнь в настоящее время является бичом на всех плантациях, и у нас появляется, и у себя на родине. Поэтому основные меры защиты принимаются именно против этого гриба калитотрихум, вызывающего антракноз. У нас она проявляется, но я бы сказала, что проявлению этой болезни способствует именно создаваемые на плантациях условия. У нас привыкли к интенсивному садоводству, и голубику, как и другие культуры, стараются хорошо накормить, хорошо полить. А такая накормленная и напоенная ягода, она с очень тонкими клеточными оболочками, да и само растение, оно активно растет, и при делении клетки не успевают образовать очень плотную оболочку, защищающую растения от проникновения прорастающих в спор. Поэтому гриб распространяется чаще всего именно на плантациях, где занимаются интенсивным выращиванием, то есть хорошо поливают, вносят достаточно много минерального питания. Если на дачных участках тоже этим увлекаться, то, естественно, все это может проявиться и у вас. Поэтому первый способ защиты от антракноза – это именно умеренный полив, и не стоит сильно увлекаться кормежкой голубики. Это растение, которое потребляет не так много питания, как все остальные растения. Ей достаточно гораздо меньше, то есть где-то, наверное, может, треть или четверть дозы от того, что берут основные ягодные культуры у нас на участках. Поэтому если вы не будете перекармливать растение и стараться сильно его залить, а создавать умеренные условия увлажнения и кормить так, чтобы ему только хватало, но оно не объедалось, то у вас условия для развития этого гриба, конечно, будут не очень благоприятны. Он, конечно, может проявиться, но не в такой степени, как на плантациях, за которыми очень активно ухаживают. Второй момент – это подкормка в период формирования ягоды и в начале созревания удобрениями, содержащими кальций. Кальций тоже немножко связывает воду и тоже создаются условия, которые неблагоприятны для развития гриба. Кроме двойной пятнистости и антракноза, на листьях голубики можно увидеть и другие виды. Это белая пятнистости или септериоз. Это такие нерегулярные формы, светло-коричневые пятна, вызываемые грибом ботритис или серой плесенью. То есть болезней достаточно много. Но что является общим в этом случае? Для борьбы с болезнями, повреждающими побег, и особенно теми, которые находятся в древесине, нужно использовать системные фунгициды. То есть это препараты, которые проникают внутрь клеток самого растения и работают там. Из зарегистрированных системных фунгицидов у нас сейчас имеется только скор. Но я бы все-таки посоветовала использовать и другие разрешенные не на голубике, а допустим на смородине, на крыжовнике. Потому что когда работаем только одним препаратом, то получается проводим искусственный отбор на устойчивость гриба к данному фунгициду. И в результате отбираем расу, которая будет устойчива к скору и будет развиваться, несмотря на наши обработки. Поэтому обработали скорым, обработайте каким-то другим тоже фунгицидом, хотя бы тем же медным купоросом, чтобы уничтожить вот эту расу, которая устойчива к основному фунгициду. Ну а что касается пятнистостей на листьях, то здесь можно использовать контактные фунгициды, то есть те, которые просто уничтожают грибницу на поверхности. И это поможет тоже защитить растения. Но основное – это именно благоприятные условия для развития. Растения, так же, как и люди, обладают иммунитетом. И сами знаете, что если вы где-то переохладились, допустим, зимой, у вас может проявиться тот же вирус Орви или другой. То есть когда организм ослаблен, микроорганизмы паразитические начинают активизироваться. Это благоприятная для них среда. Точно так же и для растений, если для них условия выращивания некомфортны, то есть сильное переуложнение, избыток питания, затенение и другие. Значит, это создает благоприятные условия для развития грибов-паразитов. Поэтому прежде всего позаботьтесь о том, чтобы ваша голубика находилась в комфортных условиях. Я бы хотела еще рассказать о том, что когда у вас голубика находится в неблагоприятных условиях, то на ней проявляются не только болезни, вызываемые паразитическими микроорганизмами, но и так называемые болезни голодания или, может быть, даже переизбытка того или иного элемента. Например, если голубике не хватает основной элемент питания, азот для роста, то на кустах, которые снабжены этим элементом питания, достаточно, листья будут темно-зелеными, нормально развитыми. Кусты, у которых наблюдается недостаток азота, они растут медленнее, и листья имеют такую светло-зеленую краску. Перекормленные растения этим элементом развивают очень мощные побеги ветвления. То есть на однолетних побегах формирования осевых развиваются побеги ветвления нормальной длины 15-15 см, иногда 20 см может быть. Если избыток питания, то эти побеги могут вырастать и до 30 см, и до 50 см. Естественно, под тяжестью своей они могут обламываться, и тоже возникают ранения. То есть плохо и избыток, плохо и недостаток. Поэтому должна быть норма. При недостатке калия начинается такое покраснение листвы немножко с таким розовым оттенком, потому что покраснения бывают разные. Если лист становится темно-бордовым, то это уже недостаток магния, хотя это тоже покраснение. А когда он с таким розоватым оттенком, красным, это недостаток калия. Но в то же время вот такое покраснение может на растении возникать и тогда, когда вы его слишком обильно поливаете. Избыток влаги в почве приводит к тому, что корням не хватает воздуха. А растение должно дышать и корнями, и стеблями, и листьями. И когда много воды в почве, воздух вытесняется. Естественно, у голубики мелкие густые корни, они не в состоянии пробить эту всю почву сами по себе. И в то же время вот при таком сильном наводнении они находятся, хотя и в верхнем слое, но в воде, и в этой воде им не хватает кислорода. В результате нарушаются все физиологические процессы и нарушается обмен веществ. То есть растение, несмотря на то, что ему хватает питания, хватает воды, на самом деле его не получают. И начинается покраснение листвы, начинается торможение роста, ну и другие признаки. И болезни заодно подключаются, вызываемые грибами-паразитами. Поэтому, выращивая свои растения, следите за тем, чтобы его не перекормить прежде всего. Ну, а когда уже проявляются какие-то болезни голодания, тогда сейчас существует много удобрений, которыми можно подкармливать по листу. Просто вносится элемент питания, которого не хватает. В частности, на кислых почвах, в которых растет голубика, часто возникает дефицит железа и марганца. Симптомы, недостатка этих элементов схожи, но есть и небольшая разница. Вот когда вы смотрите на лист, вы видите, что посередине листа идет жилка. От этой жилки отходят в бок другие, налево-направо, они еще ветвятся. То есть, по листу образуется такая сетка из жилок. Когда с растением все нормально, окраска самого листа и вот этой системы жилок одинаковая. Если лист испытывает, то есть, не лист растения, испытывает недостаток железа, то меняется окраска. Как она меняется? На листе сами жилки остаются темно-зелеными, а промежутки между ними светлыми становятся. То есть, если смотрим на лист, то это напоминает елку. Основной ствол идет центральная жилка. И вот эти разветвленные боковые, они очень хорошо просматриваются на светлом фоне листа, темно-зеленые. Недостаток марганца проявляется примерно так же, только при недостатке марганца вокруг, возле жилки, еще остается такой, ну, не широкий, но промежуток темно-зеленой окраски самого листа и жилки. А вот когда недостаток железа, то тогда чисто только одни жилки на фоне светлого листа. То есть, по внешним признакам на растении можно обнаружить это все. Ну, естественно, хорошо, когда есть возможность сделать анализ химический и посмотреть, чего хватает, чего нет. Но первые признаки всегда показывает само растение. Поэтому прежде всего позаботьтесь о создании комфортных условий для растения, не перекармливайте его, ну и следите за симптомами. Если недостаток, сразу восполняйте. При проявлении болезней обрабатывайте рано весной, до начала цветения, несколькими системными фунгицидами и можно бордоской жидкостью даже 2-3 обработки сделать весной и повторить вот это все после того, как вы собрали ягоду. Потому что когда уже начинает цвести голубик и завязывается ягода, то нежелательно, чтобы накапливались все вот эти ядохимикаты в самих ягодах. Зачем нам это кушать? Поэтому вот соблюдайте такой интервал, когда ягода формируется, созревает и уже вы ее собираете. Вот в этот период обрабатывать нельзя. А после сбора ягоды, естественно, за зиму это все будет вынесено из растения. Поэтому можно обрабатывать поздней осенью, ну и рано весной, вот до начала вегетации бордоской жидкостью или хотя бы медным купоросом одним, обрабатывать фунгицидами, которые... или препаратами, которые являются... вернее, используются для искореняющих обработок, то есть они уничтожают и споры грибов, и там личинки или яйца насекомых зимующие, ну и препаратами, которые защищают растения. И особенно вот рано весной не стоит пренебрегать обработками системными фунгицидами для защиты от грибов, поражающих стеблей. Ну и этот же способ пригоден и для осенней обработки, потому что когда растение уходит на покой, температура опускается до 10 градусов и ниже, активизируются паразитические грибы, и в этот период обработки тоже помогают тому, чтобы защитить растения от болезней. Вот, ну, это вот основные вопросы, которые задают часто мне, и основные болезни, которые я вижу на присылаемых мне фотографиях и на описаниях, которые присылают и фермеры, и любители. Поэтому использование обработки системными и контактными фунгицидами, а также защитных обработок ранней весной и поздней осенью, оно помогает сохранить нормальное состояние кустов, и забота о правильном питании тоже очень хорошо этому способствует. Потому что накормленные и ухоженные растения, они сами по себе обладают иммунитетом и устойчивостью к болезням. Они сами борются. Поэтому старайтесь именно, прежде всего, соблюдать нормы при выращивании, но и при необходимости делайте обработки. Спасибо, успехов в выращивании и хороших урожаев!